Учения два в одном провели в лесах Сургутского района. Спасатели, представители местных властей и добровольцы отрабатывали действия сразу в двух противоположных, но не исключающих друг друга ситуациях – лесном пожаре и половодье. По одной из легенд разлилась опь. Затопило три дома. В них проживали 12 человек. У двоих из них травмы. Нужна эвакуация и медпомощь. По второму сценарию необходимо было потушить огонь. Место для учения выбрали не случайно. Здесь, в Сытомино, сильно подтопило дома в 2015 году. Есть риски повторения ситуации, и к ним нужно быть готовыми. А еще на территории много лесов. Сейчас во всей Югре объявлен особый противопожарный режим. Не первый раз мы проводим уже в Сытомино эти занятия, эту тренировку. Тренировка проходит хорошо, потому что, конечно, мы знаем, что будет. Но закрепление действий экстренных служб тоже играет большую роль. То есть всегда во время учений выясняются слабые места. То есть где что не довели, где-то вовремя не оповестили. Вот сейчас в этой ситуации выяснилось, что нам нужно определиться в Сытомино с подвозом воды во время отрушения лесных пожаров. Впервые на таких учениях активно применяли съемки с коптера. Это помогло лучше проанализировать действия каждого участника. А в реальной жизни беспилотники занимаются мониторингом пожароопасной ситуации в районе. Если где-то есть дымок, летательный аппарат найдет очаг. Сейчас для этих целей местные власти собираются приобрести еще два таких беспилотника. Много внимания на тренировках уделяют и подготовке пожарных добровольцев. И как показывает практика, в случае ЧП они незаменимы. Например, при тушении пожаров в лесу именно добровольцы с ранцевыми огнетушителями остаются сбивать пламя с тлеющей травы.